здравствуйте меня зовут карпухина юлия сегодня на очереди успенский мы поговорим про создателя чебурашки и печатальона печкина и узнаем что там у него по абьюзу первый брак успенского закончился разводом спустя 18 лет впоследствии он называл свою жену шапокляк со второй своей женой он познакомился в буфете и с ней они удочерили двух девочек но и этот брак кончился разводом третьей его избранницы стала элеонора филина которым последствия назвал сволочью шапокляк нормальная и сволочь идеально так бы и остался эдуард успенский великим детским писателем не если бы не его дочь татьяна которая написала открытое письмо в детскую библиотеку которая собиралась назвать детскую премию по литературе в его честь письмо начинается с того что татьяна говорит о том что в их семье царила домашнее насилие было и физическое и эмоциональное и психологическое насилие и что отец сделал домашнее насилие формы существования их семьи счастливую семью татьяне приходилось изображать только когда появлялись телекамеры а как только а как только репортеры уходили то ее отец превращался в домашнего тирана который использовал манипуляции оскорбления и наказывал своих детей побоями сам эдуард успенский оправдал физические наказания для детей тем что но его же бил отчим и ничего нормальным вырос эдуард успенский был последователем секты столбуна которая была знаменита своим жестоким обращением с детьми его жена надеялась спасти семью участием в этой секте сам эдуард думал что бросит пить а дочь стала несчастной жертвой которая после уроков была вынуждена ездить в эту секту на занятия в интервью комсомольской правде татьяна говорила что ездила в эту секту на занятия несколько раз в неделю там их заставляли доить коров и заниматься трудотерапией а вот что говорит сама татьяна о своих буднях в секте столбуна 6 класса я несколько раз в неделю ездила в секту на занятия на которых было принято кричать на людей унижать и оскорблять три лета я провела в его коммуне мы работали в поле с утра до ночи это была трудотерапия 8 класс татьяна окончила в коммуне в душамбе там продолжалось психологическое насилие и тяжкий каждодневный труд девочка отдавали работать доярками свинарками убирать поля третья жена успенского элеонора рассказывала что в их семейной жизни было и психологическое эмоциональное и физическое насилие татьяна рассказывала что когда она училась в университете отец мог поклотить ее и выгнать в домашней одежде на мороз и она пряталась у его секретаря жестокое обращение с девочкой подтверждал и близкий друг успенского постников которому девочка не раз жаловалась когда к татьяне обратились режиссеры чтобы снять кино о ее великом отце она сказала что не может говорить хорошее а плохое говорить не хочет и отметила что когда она вспоминает об отце у нее поднимается температура начинают дрожать руки несмотря на то что татьяна попросила не называть детскую премию в области литературы именем ее отца который жестоко с ней обращался библиотека отказала и сказала что не рассматривает личные качества великого писателя если вы хотите узнать больше о русских писателях вы должны поставить лайк подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео